Вот в этой колбе, такой симпатичной, синенькой, находится альгинат натрия. Наверное, название никому ничего не говорит? Ничего. Ничего пока не говорит. Ага. То есть его получают вообще из водорослей, то есть это чисто органический продукт, и используют в пищевой промышленности, как загуститель. То есть если вам нужно что-то сделать, его обычно туда добавляют. Это не консервант. Это не консервант. Второе вещество – это лактат кальция. Его получают из молочной кислоты, а молочная кислота получается при брожении молока, чего-то там, ну, таких кисломолочных продуктов. Когда эти вещества вместе соединяются, они меняют свою консистенцию и форму. Почему это происходит? Альгинат натрия – это такие длинные-длинные молекулы. Когда они падают вот в это вещество, лактат кальция, они между собой соединяются и образуют такие вот кластеры, такие сгустки. Давайте посмотрим, как это на самом деле происходит. То есть лактат кальция, кальция конкретно объединяет эти молекулы в общие кластеры. Если мы будем капать, мы видим, что упала капелька жидкая. Как крупные икринки. Да, а получилось вот такая вот загогулинка. Ну да, мы можем видеть. Ее можно спокойно съесть. Вот. Вот как они делают, да? И наелся уже, когда реактивчики все готовы. На самом деле, в химии до 19 века, то есть главный, как бы, один из показателей там, какое вещество ты исследуешь, ты должен его там понюхать и, в принципе, попробовать на вкус там, ну, в маленьких дозах. То есть, наверное, были летальные исходы. Ну, вот, была такая проблема. Как начиналась химия. Так, ну и все, наверное, слышали, что есть искусственная икра. Наверное, и все удивлялись, как так, кто там эти икринки там вылепливает, там. Ну да, конечно, конечно. Засосевая, китовая там, сейчас мы покажем, как это делается. Ой, сейчас я наберу в эту пипетку, такая наразовая пипетка у меня, и буду капать по капельке сюда. И что, вот они стоят и капают по капельке в стакан? Нет, ты подожди. А, вы видите, у нас такая штука, чтобы автоматизировать процесс. Видите, на дне появились икринки. Я их сейчас вот такой ложкой, обычная ложка у каждой хозяйки есть. Могу их, вы будете пробовать? Ага, буду. Так. Вот он. Если их сделать оранжевыми и добавить... Они какой вкусный? Сладкий. Это сладкий. Если их сделать оранжевыми и добавить туда какой-нибудь этот... Вкусно. Ароматизатор рыбы. Ну, вот спрашивают, неужели капать по капельке? А для этого есть разные капельницы. У нас вот такая есть воронка. Мы ее открываем. И процесс пошел. То есть если у тебя есть 10 воронок, будет капать в 10 раз быстрее набираться. Все, икра пошла. Уже деньги текут, можно сказать. У Тани уже в глазах как бы сделать такой рыбный микс, да, и производить икорочку дома. Ну да, то есть можно сказать, начали метать икру. Начали метать икру. Ну и, соответственно, вот эту икру можно делать там любого цвета, любого вкуса, с любыми сиропами, там сладкими, не сладкими, горькими, там можно спиртных напитков. Ну и я здесь как бы заранее смешал в коктейле. То есть вот так смотрится. Можно... То есть такой полукоктейль, конечно, это просто тоник с икрой, но можно здесь сделать что-то интересное. Ну и чтобы... Ну приятно выглядело, да? Приятно. Приятно. Ну а чтобы еще приятнее выглядело. Немножко жидкого азота. Любимый жидкий азот. Опять Таня, да? Хорошо, начинаем утро. Хорошо, начинаем утро с жидким азотом. Так. Да, серьезно? Серьезно, очень здорово. То есть там такое ощущение, когда эти икринки попадают в трубочку, они так проскакивают. Они проскакивают вполне так. Да? Угу.